В Самаре на территории спортивного центра «Чайка» в Управленческом проходит зимняя спартакиада детских дворовых команд. Эти соревнования проводятся ежегодно с 2012 года, с тех пор, как в районах города появились тренеры по месту жительства. Дети и подростки активно участвуют, свыше 80% школьников вовлечены в занятия физкультурой и спортом, что соответствует задачам федерального проекта «Спорт. Норма жизни», национального проекта «Демография». Мы с успехом эту задачу выполняем. Мы проводим большое количество массовых мероприятий. Это и забеги, это и лыжные гонки, это и различные спартакиады. Безусловно, школьники и молодое поколение – это большая часть тех, кто составляет вот эту часть, занимающихся физической культурой и спортом. У школьников большой охват и сетью наших муниципальных учреждений, да и частных учреждений, и других организаций, различных общественных организаций, спортивных федераций. Свои команды для участия в зимней спартакиаде выставили семь районов города. В командах по четыре человека – двое юношей и две девушки. Это школьники в возрасте до 15 лет. Они соревнуются в четырех дисциплинах, а в перерывах подкрепляются горячим чаем и ароматной выпечкой. Одновременно проходят лыжные эстафеты, шорт-трек, то есть бег на коньках. Также команды состязаются в беге с препятствиями и показывают свое мастерство в спортивном ориентировании, которое сегодня приобретает в Самаре все большую популярность. Этот вид спорта не требует дорогой экипировки и спортивного инвентаря. Им могут заниматься люди любого возраста. Ориентирование развивает не только физические способности, но и логику, внимательность, самостоятельность, умение принимать верные решения. Детям ориентирование очень нравится. Во-первых, это спорт, связанный с бегом, связанный с бегом всегда на свежем воздухе. Это общение с природой, общение с лесом. У нас в регионе проводится очень много соревнований по спортивному ориентированию, очень высокого уровня. На этом листочке у них изображена карта, вот это вот лабиринта, который здесь построен. В этом лабиринте стоят контрольные пункты. И задача стоит в том, что они должны, используя эту карту, собрать все контрольные пункты, соединенные последовательно по линии. Призеров спартакиады определили в общекомандном зачете. Третье место заняли школьники железнодорожного района, второе – Красноглинского. А победителями стали ребята из команды Кировского района. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский. События.